У меня тут ещё даже котик с коньяком есть. В этой женщине сложно узнать некогда известную актрису, звезду кино Ксению Качалину. Ей рукоплескала Европа, когда в 93-м году она получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии за драму «Над тёмной водой». Только я дана... Молодя. Лёва. Сергей. Качалина была завсегдатой им светских вечеринок и покорила сердца популярных актёров – Ивана Ахлобыстина и Михаила Ефремова. Мужчины были от неё без ума. Сейчас Ксении 47, и её жизнь круто изменилась. Ксения Михайловна, расскажите, чем вы сейчас вообще занимаетесь целыми днями? Сплю. И всё? Да. Ну а как же работа? Что-то не хочется. Шок. Первое, что испытываешь, переступая порог её квартиры в элитном доме в Брюсовом переулке. Здесь всегда селилась богема. Актёры, композиторы, художники. Но жильё Ксении резко выделяется на фоне роскошного подъезда. А-а-а, это моё мастер-вышество. Повсюду разбросанные вещи, оборванные обои и обшарпанные полы, на которых плотным слоем лежит сигаретный пепел. Курит Ксения много и прямо в квартире. А это кухня. На плите кастрюля со сборченной едой. Стол захламлён немытой посудой и остатками продуктов. А-а-а. Но он пустой. Но к такой жизни Качалина пришла не сразу. Алкоголь, одиночество и разочарование в любви стремительно приближали печальную картину. Гражданский брак с Иваном Охлобыстином длился всего два года. Потом были отношения с известным альтернативным музыкантом Алексеем Паперным. И смерть новорождённого ребёнка, который прожил всего три дня. Ещё одним видным мужчиной Ксении стал Михаил Ефремов. От актёра родилась её единственная дочь Анна Мария. Но скорый разрыв с гражданином-поэтом окончательно надломил Качалину. Некогда привлекательная брюнетка быстро теряла красоту. Вот такой она была ещё 15 лет назад. Идеальная фигура, выразительные глаза, острые черты лица. Она всегда играла яркие характерные роли. И вы будете причиной их гибели. А где же ваши великодушия? Да ну вас всех. О былом образе жизни и успехах в кино в квартире Качалиной напоминают только старые фотографии, грамоты и модные журналы. Она давно не снимается, избегает внимания прессы и живёт затворницей. Я очень долго не снимаюсь, я не хочу даже сниматься. В квартире Качалиной есть комната, в которую она никого не пускает. На двери надпись. Вход только для Анны Марии Ефремовой. А, вы даже туда не заходите? Нет. Несмотря ни на что, материнские чувства у Ксении по-прежнему сильны. Она тяжело переживает разлуку с дочерью и даже мечтает ещё об одном ребёнке. Вот есть я, моя квартира и, вероятно, будет второй ребёночек. Окружение Качалиной уверено. Ксения остро нуждается в помощи. За последнее время актриса изменилась до неузнаваемости. Она всегда следила за собой, ухаживала, делала прически в модных салонах и стильно одевалась. А сейчас от былой красоты не осталось и следа. Опасение вызывает и её здоровье. По словам женщины, дочь её не навещает. А вот с бывшим мужем, Михаилом Ефремовым, Ксения иногда общается. Более того, актёр помогает ей деньгами. Я никак не отношусь к этому, я помогаю. Но на эту помощь Ксения покупает не только продукты. Пожалуй, для хорошего самочувствия одну бутылку. Хорошее самочувствие актриса, как она сама говорит, поддерживает каждый день. В её захламлённой спальне старомодный шкаф. Вместо эксклюзивных нарядов несколько старых свитеров. А добротное белое трюмо с косметикой покрылось толстым слоем пыли. Единственная радость Ксении – любимые кошки. Три больших и один маленький. Вернуться к нормальной жизни Ксения пыталась. И даже поехала лечиться в Индию. Там провела 7 лет и привезла оттуда помимо алкогольной ещё одну тяжёлую зависимость. Об этом говорят знакомые артистки. В кино Качалина не снимается уже 12 лет. Её последний фильм «Цена безумия» вышел в 2007 году. И, похоже, стал пророческим. Главная героиня, которую играет Ксения Качалина, страдает серьёзным психическим недугом. Счастливая семейная жизнь. Ой. Впрочем, у ленты счастливый финал. Героиня обретает настоящую любовь. Способна ли Ксении переписать сценарий собственной реальной жизни? Теперь решать только ей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова